Мур, привет друг, это Зверько. Голос немного появился и я сейчас расскажу, как же контрить Кимми. Кимми это очень опасный стрелок, который напрягает своим спамом и подвижностью. Единственные минусы у нее это невысокий урон ульты и при движении вперед снижается расстояние атаки. Но все это окупается в массовых боях, где Кимми грамотно прикрывают. Так что же с ней делать? Самые простые варианты это внести контроль и убить, а также натравить на нее своего убийцу. С этим все понятно, показывать нет смысла. А вот какого танка выбрать и что на него собирать тут есть на чем подумать. У Кимми два варианта билда. Это через магический урон первым навыком и через автоатаку. Физическим соответственно. С той оговоркой, что даже играющие через маг атаку вынуждены переключаться на автоатаку. По сути, танку хватит пары предметов, чтобы отдать отпор Кимми и как минимум выиграть время союзникам для внесения урона. По танкам и пойдем. А в съемке поможет мне мой друг Аинц. Хоть он и не профильный Кимми, но его навыков хватит показать механику Кимми. Итак, Тигрилл. У него в кои-то веки пассивка будет полезной, пропуская периодически автоатаку. Это добавляет ему живучести. А кроме того, второй навык и ульта хороший набор контроля. Единственный минус пассивки, она не работает на первый навык Кимми. Тризла. Да, хороший боец полутанк, который сильно портит кровь подвижным персонажам своей ультой. А пассивка серьезно добавляет ему живучести. Из-за этой ульты Кимми не может выскочить своим вторым навыком и не может толком перемещаться, что ее и губит. Лолита. Я очень люблю играть в пати с уркастой лолитой. Тут и контроль, и щит против всяческих снарядов. А щит лолиты спасает даже от урона по площади. Смотри, если лолита ставит щит, то взрыв от ульты, разбившийся о щит, не достигает моба за спиной лолиты. И теперь два злейших врага Кимми. Гетаткача. У этого танка растет защита с потерей хп. То есть, когда Кимми уже потратит энергию навыка и перейдет на физику, у Гатота будет запас защиты. Плюсом идет второй навык, который заставляет атаковать Гатота. Настала пора еще добавить информации по предметам и доп. навыку. На примере того же самого Гатота. Дополнительный навык это, конечно, отомщение. Хоть его немного и понерфили, теперь навык отвечает уроном раз в полсекунды. Но все равно это ощутимо. Конечно, многие заметят, что Кимми может перестать стрелять. Но нам это и надо выиграть пару секунд команде. Ну а если вы не на мифике или леге, Кимми может просто убиться об эту способность. Дальше по порядку. Сапоги воина. Их защита настакивается от количества полученных ударов. И Кимми набивает эти стаки моментально. Шипованная броня. Если Кимми еще не обвешалась вампиризмом, то вполне вероятно, что Химичка может убить себя раньше, чем расстреляет танка. И Древняя Кираса даст ослабление атаки любому атакующему. Ну и, конечно, проклятие стрелков Белерик. У него по умолчанию вшитое отомщение. Главная задача для Белерика – повесить метку на Кимми, чтобы его пассивка атаковала именно ее. Попасть с лозой шансов очень мало, но добавь Белерику предметы, описанные выше, и атаковать его автоатакой – сущее самоубийство. Кроме того, он легко решает вопрос вампиризма Кимми, взяв магический антихил. Поскольку пассивка считается навыком, его ответный выстрел накладывает дебаф. Поэтому, когда Белерик обвешан, автоатакеры стараются с ним не связываться. Ну а если встречаешь основанную на магии Кимми, то придется брать кроме шипованной еще и магическую защиту. Вот такие варианты, друг. Надеюсь, ты будешь теперь увереннее играть против Кимми в ранге. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и делись видео с друзьями. Жму твою мужественную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok